Моя история началась, история знакомства с Господом, она началась с самого детства, когда мне было приблизительно 6 или 7 лет. Первый раз я по телевизору услышал слова из Библии. «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Вот эти слова я услышал, и знаете, они настолько коснулись меня сильно, но я абсолютно не понимал значения этих слов. Это, скорее всего, было обусловлено тем, что была такая среда. То есть в 80-х годах люди в основном, что они делали, что я видел, будучи ребенком, я видел много пьющих людей, много бедностей. То есть я вообще родился в провинциальном городке, это в Удмуртии, город называется Можга. И то, что я видел перед глазами, это много-много страданий русского человека, который привык запивать свое горе. И для меня вот эти слова, я их абсолютно не понимал, «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Для меня они как прозвучали в моей голове, «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Но я точно знал, что эти слова были из Библии. И они меня настолько сильно зацепили, коснулись, что я хотел узнать о Боге. Я хотел узнать о Нем, но не знал, откуда. Мои родители максимум, что говорили в своей жизни, что моя прабабка была евангельской верующей. И она всех воодушевляла, думая, читать Библию, но никто ничего не помнил из этой Библии, потому что, скорее всего, это было на старославянском. И мой отец еще, что он мог говорить про Бога, так это свое возражение, или, может быть, недовольство о том, что если Бог есть, он задавал всегда такой вопрос, «Почему в мире столько зла?». И меня этот вопрос тоже действительно тревожил, но ответов я не получал на него ни от кого, тем более от моих родителей, которые родились и выросли в атеистической стране. И этот вопрос, в принципе, мучил меня до самого момента, когда я уверовал. Был период, когда в моей жизни было забвение, так скажем. То есть я, как большинство, наверное, подростков, детей, меня просто не интересовала духовность, моральность. И, несмотря на это, вот у меня были хорошие друзья. Ну, действительно, хорошая компания в том смысле, что мы были друзьями, настоящими друзьями с детства. Я действительно был тем человеком в этой компании, да, который никогда не соглашался вот на что-то маленькое, на что-то меньшее, чем вот каждый человек, наверное, представляет себе развитие событий, да. То есть вот он думает, как он проживет эту жизнь, как, что он будет делать, когда он будет вот подростком, молодым человеком. Вот. И для меня всегда хотелось вот достичь чего-то большего. И, конечно же, я своим друзьям никогда не давал покоя в этом смысле. Я всегда их тревожил, тискал и говорил, ребята, давайте будем делать что-то интересное. Давайте займемся чем-то более интересным, чем вот мы сейчас занимаемся, да. И половина друзей моих, они, конечно же, им не нравилось, то, что я им говорю, потому что это требовало усилий над собой, это требовало какой-то дисциплины, вот. Половина моих друзей это нравилось. Где-то к годам 20 я создаю первую группу, рок-группу, и в этой команде появляются новые музыканты, новые мои друзья. Мы начинаем небольшой проект, и я понимаю, что мне что-то не нравится. Во-первых, с нашим вокалистом у нас расходятся вкусы. Мы не так четко понимаем, для чего вообще мы это начали. Вот. И самое неприятное, что я опять вижу такую же ситуацию, что никто не хочет развиваться, никто не хочет улучшить себя до такой степени, чтобы это нравилось не только нам, а и другим людям. Вот. И через некоторое время я принимаю решение, что я хочу оставить эту команду, я хочу развиваться. Для начала научиться петь, научиться хорошо играть, и чтобы это действительно нравилось другим людям. И через некоторое время я принимаю решение пойти обучаться вокалу. я записался в вокальную студию, и когда я пришел на первый урок, я увидел перед собой молодую девушку. Впоследствии, как оказалось, что это моя будущая жена. Вот мой педагог. Я занимался где-то около двух лет у нее вокалом. Мы проводили прекрасное время. Мы занимались действительно вокалом. То есть у нас творческий процесс проходил. И что-то не давало мне покоя, потому что я видел, что она другая. Она совершенно другая, не такая, как все мои знакомые девчонки. Вот. И знаете, я понял, что... Через некоторое время я понял, что, скорее всего, она верующая. Вот так вот я для себя это объяснил, потому что в ее характере была какая-то особенная атмосфера. Желание делать добро, прощать людей, не замечать зла, не замечать какие-то нехорошие черты человека. Я заметил, что, скорее всего, подумал, что, скорее всего, она верующая. Действительно, я не ошибся. Через некоторое время она об этом сказала. Но она действительно не скрывала это. Вот. На тот момент просто она проходила определенный кризис в своей жизни. Она оставалась верующей, но не посещала церковь. Вот. Таким образом я познакомился с верующими людьми. Вот. И через некоторое время она приглашает меня поехать в детский дом, провести Рождество, поиграть с детьми, пообщаться с ними. И здесь я просто убеждаюсь в том, что верующие люди, они какие-то странные. что они могут делать что-то безвозмездное, бескорыстное, что они действительно меняют атмосферу вокруг себя, что в этой атмосфере становится приятно, тепло, и абсолютный мир приходит, абсолютная радость. Вот. И мне действительно захотелось побольше узнать. Чуть-чуть больше узнать о том, во что она верит. Но она как-то немножко боялась мне об этом рассказать. Наши разговоры сводились на нет. Но в один прекрасный момент она меня пригласила на репетицию в церковь. И когда я узнал, что это за церковь, оказывается, я мимо этой церкви два года ходил, сокращая путь, вот как раз ходил, сокращая путь, в вокальную студию. Я знал этих людей. Знал, что эти люди, они прямо мне выкрикивали, ты должен покаяться, ты грешник. И на самом деле, честно говоря, они мне не нравились, эти люди, потому что на тот момент я понимал, что действительно в моей жизни есть то, что можно назвать грехом, то, что можно назвать неправильным. Я знал это. вопрос другой, что я не знал, как от этого избавиться. И проходя мимо этих людей, я понимал, что они бесконечно всегда счастливы и радостны, но я не понимал, почему. И еще большим вопросом я задавался, когда они мне постоянно говорили, что я грешник, тебе надо покаяться. Слово покаяться для меня было это значит рассказать о своих грехах в присутствии кого-то. И меня это на самом деле отпугивало. То есть многие люди действительно не понимают нашу терминологию христианскую иногда. И они просто, может быть, из-за страха, из-за смущения не хотят принять то, что говорят верующие. Так вот, я тоже не хотел принимать того, что они мне говорили. Но из-за того, что я не хотел обижать свою девушку уже на тот момент, мы объяснились, признались в чувствах. Мне очень не хотелось обижать свою девушку, тем более такую замечательную. И я пошел в церковь. Когда я пришел в церковь, там творились странности для меня. То есть люди молились громко, кричали, перебивали друг друга. Если взять музыкальную часть, то для меня это было вообще чем-то странным, от чего я уходил, старался выйти. Люди не попадали в ноты, не попадали в аккорды. И на самом деле во всем я только видел сплошные минусы. Но тем не менее, я смотрел опять же на свою девушку, на Светлану, и задавался одним и тем же вопросом. Почему она им помогает? Почему в ее сердце, в ее характере вот эта бескорыстность, вот это желание помочь этим людям? Я задавался этим вопросом. И через некоторое время в хождении на эти репетиции ребята некоторые там нашли ко мне подход. Они узнали, что я занимаюсь музыкой, что я играю на гитаре. И они мне посоветовали посмотреть мюзикл «Исход» Ледяев. Я взял эту кассету, сказал, что да, я посмотрю с удовольствием. И вот этот, наверное, был действительно серьезный переломный момент в моей жизни. Потому что, когда я начал смотреть этот мюзикл, я понял, что я абсолютно не знаю Бога. Мое представление о нем было настолько узким, настолько примитивным, потому что меня еще хотели где-то в лет 15 крестить в православной церкви почему-то. И у меня не получилось этого сделать, потому что я поел перед крещением, так скажем, да. Вот. И мое представление о Боге, оно было абсолютно примитивным. И когда я посмотрел этот мюзикл, я понял, что Бог, он вообще на самом деле безграничный. что для него не чужды твой внутренний мир, твои таланты, твои способности. Он хочет, наоборот, их реализовывать. Он хочет их использовать в рассказе, в донесении до людей вот этой благой вести. И когда я смотрел этот мюзикл, я действительно восхищался даже не самой постановкой, а Богом на тот момент, да, что Бог, ты, я так и сказал, Бог, ты крутой. Определенно меня еще держала моя прошлая жизнь. И определенно уже меня вдохновляла моя новая жизнь. И вот в таком состоянии, неутвержденном, мне пришлось сделать выбор. Поставить, так скажем, точку и определиться. Определиться с тем, куда я пойду. Вот. И действительно, я принимаю решение все-таки узнавать Бога. как бы мне это тяжело и дорого не далось, потому что с моими друзьями у меня сразу же начался конфликт в том, что я уже больше не хотел сквернословить, я уже больше не хотел участвовать в каких-то мероприятиях этих. С моими друзьями мои отношения стали охладевать, мы стали расходиться все дальше и дальше. и все, что нас объединяло, это, может быть, какие-то праздники, встречи. Вот. И всего лишь. Мой начальник, я был, на самом деле, на хорошем счету в предприятии, где я работал. И мой начальник, он очень часто поощрял меня. И, может, даже я вот так думаю, что он меня готовил на какую-то руководящую должность. Но с того момента, как он узнал, от других людей, что я посещаю церковь евангельскую, все двери закрылись. Но, тем не менее, я принимаю решение следовать за Господом. И я делаю предложение моей девушке. Мы обручились, женились. и это произошло в церкви. Я очень благодарен людям, которые меня венчали, благословляли нашему пастору Николаю Васильевичу. И с этого момента действительно все поменялось. когда мы стали жить вместе, когда рядом со мной оказался этот человек, который стал поддерживать меня в этих вопросах нелегкой жизни. Действительно, для меня это стало огромным благословением, огромной поддержкой. И несмотря на то, что моя супруга, она была дольше в Господе, с этого момента я уже для нее был лидером, так скажем. То есть я ее пытался вовлечь в какие-то служения. Мы ездили на конференции. Она говорила, что я, скорее всего, не смогу так долго быть на этой конференции. Я говорю, давай, мы сможем это. Действительно, это время обернулось для нас большим благословением. Мы научились чему-то, узнали больше о Господе. И я очень быстро стал заниматься служением в церкви. То есть благодаря открытому сердцу нашего пастора он меня сразу же заметил, вот мой энтузиазм и захотел, чтобы я занимался чем-то. То есть я сразу же стал одним из лидеров прославления. Мне доверили диаконскую работу через некоторое время. Но в моей жизни вот я такой человек, что я не удовлетворяюсь чем-то хорошим. Через некоторое время пастор предложил мне быть пресвитером церкви. вот и мы вели эту церковь, занимались молодежным служением. В нашей церкви репетировало около восьми команд. На тот момент в нашем городе очень негативно относились к подросткам, которые любили рок. Им нигде не давали проявлять себя, потому что большинство людей думали, что рок это вот наркотики, жизнь такая безудержная. То есть мы предоставили церковную площадку для этих команд. И время от времени мы с ними проводились совместные концерты. И каждый раз, когда они к нам приходили на наши репетиции, мы с ними общались. Мы просто с ними пили чай, общались о Господе. некоторые ребята приходили ко мне на домашнюю группу, некоторые оставляли церковь, потому что не хотели больше ничего слышать о ней. По-разному реагировали. Но большинство людей, большинство ребят вот этих, которые приходили к нам, они все-таки были склонны слушать, слушать слово. И мы замечали это потому, что был трепет в том, что как они относились к церкви, то есть к самому зданию. Мы всегда просили ребят не разбрасывать мусор, не курить, не скверно словить. И ребята с удовольствием просто принимали эти условия. Они говорили, что да, действительно, мы верим, что это церковь, и мы будем здесь очень аккуратно. Однажды даже ребят попросил поменять тексты песен, чтобы в церкви такое не звучало. И буквально они на этой же репетиции переделали все тексты своих песен, чтобы только репетировать и быть вот в этом пространстве. Вот. И после 15 лет служения этой церкви Бог мне говорит, что дорогой, пора, время пришло выйти. И я долго, наверное, я около года сопротивлялся вот этому Божьему призыву уехать в большой город, уехать в другой город, оставить свое отечество. И я даже попробовал Богу поставить условия. Вот, Бог, если это будет так, то я приму твои условия. Если нет, то, наверное, останусь, потому что меня все устраивало. И я сказал Богу, вот, если ты мне скажешь, что надо выезжать, я соглашусь. И в этот же день я прихожу в церковь на разбор Библии, домашнюю группу, и там разбирают место, где говорят о Авраме, которому когда Бог сказал ему выйти из своего Отечества. Вот как раз это место разбирались. Я думаю, ну, это, наверное, просто совпало. Через пару недель мы уезжаем в поездку, где мне со сцены проповедник говорит, Константин, поднимись, пожалуйста, наш епископ говорит. И он говорит, вот представьте, что Константин уезжает в большой город. И я просто думаю, ну, и это может быть совпадением. И в последующие несколько раз еще раз я получал подтверждение о том, что нужно уже двигаться, нужно выезжать. И через некоторое время я поговорил с нашим пастором о том, что Бог мне говорит. И пастор наш сказал, ну, раз тебе Бог говорит, значит, послушайся его. Конечно, он говорит, что я не хочу тебя отпускать, ты ценный человек, но ты должен послушаться Бога. И как он тебе сказал. И мы с женой принимаем решение уехать в Санкт-Петербург. Вот мы уже пять небольшим лет здесь. с того момента, как мы приехали, мы сразу же начали заниматься служением в социальном приюте Детский Ковчег. Мы снова окунулись в служение детям, подросткам. Сейчас я являюсь лидером двух клубов подросткового молодежного и детского клуба. Мы здорово проводим пятничное время. Мы узнаем о Господе. Мы стараемся ребят вдохновить на лидерство. Взять отношения.